Привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Денис, мне 28 лет и живу я в Нью-Йорке. Если вам интересна тема Нью-Йорка, США, заходите на мой канал, подписывайтесь, обязательно найдете что-то интересное для вас, что вы никогда до этого не знали. Сегодня мы поговорим о том, что едят обычные американцы. На самом деле, американцы едят очень вкусно. В их еде присутствуют бекон, жареное мясо, стейки, гамбургеры и все разного такого рода вкусности. Но есть два типа вкусностей, когда вкусно это полезно и вкусно это вредно. Разница очень большая. Например, для тех, кто еще не знал, Макдональдс в Америке считается самым настоящим рестораном. Просто это ресторан быстрого питания, фастфуд. И я вам скажу так, что заходя в Макдональдс и кушая вот этот вот огромный Биг Мак или небольшой гамбургер или чизбургер, и если туда еще добавить бекон, то это очень-очень-очень вкусно. Но, к сожалению, это не очень полезно. Когда мне нужно быть за рулем очень много времени, я выбирал для себя вот этот быстрый способ питания, фастфуд. Обычно это был Макдональдс. Очень часто я брал и салатики из Макдональдса, но чаще всего мне приходилось перекусывать куриными наггетсами или гамбургером, или Биг Маком. Тем более, что у них постоянно проходят какие-то акции. Например, два Биг Мака по цене 5 долларов. Что обычно Биг Мак стоит сам по себе 5 долларов. Но это очень вредно, и это все добавляет вам дополнительного жира к вашему организму. И у меня благодаря этому вырос чуть-чуть живот. Не сильно, но я думаю, что Макдональдс это была та причина, по которой у меня вырос живот. Итак, завтрак. Обычно американцы начинают свой день с чашечки кофе. Вкусного черного кофе. Они добавляют туда чуть-чуть сливок и наслаждаются вот этим вот всем кофейным процессом. Я их в этом 100% поддерживаю, потому что я являюсь таким же большим любителем кофе. Кофе сопровождается обычно чтением газеты и несколькими тостами, то есть жареными кусочками хлеба с арахисовым маслом или шоколадной пастой. Еще очень распространенным завтраком у них является яичница с беконом, что вы можете найти практически в любом ресторанчике в утреннее время. Яичница, бекон, стандартный завтрак. Кстати, жареный бекон здесь просто идолизирован. Люди просто с ума сходят по жареному бекону, и он очень распространен у американцев. И также очень популярным таким завтраком у американцев является знаменитый панкейк. И благодаря этой традиции в Америке очень много есть закусочных, где основным блюдом в любое время дня являются именно вот эти панкейки. Причем обычно они кушают их с кленовым сиропом. И это, поверьте мне, очень-очень вкусно, но не очень полезно. И у детей на завтрак, как обычно, это хлопья с молоком. Хлопьев, причем здесь есть огромное множество разных цветов, разных вкусов, разных форм, органические, неорганические, с различными добавками, с различными фруктами. Ну, короче, их есть очень-очень большое множество. Хлопьям в американских магазинах посвящено буквально вот несколько рядов хлопья. То есть глаза просто у вас разбегаются, и вы не знаете обычно, что выбрать, какой бренд, какой тип, с какими добавками, потому что очень-очень много. Так же, как и чипсов. Это, конечно, немного отличается от наших бутербродов с маслом, не так ли? Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, и какие завтраки вы себе готовите каждый день, и с чего начинается ваш день. Мне будет интересно прочитать. Может, вы дадите мне какие-то новые идеи для того, чтобы мне кушать по утрам. Ланч. Прежде чем перейти к ланчу, к обеду, американцы обязательно кушают снеки. Культура снеков или перекусов здесь очень-очень-очень развита. То есть вы, когда идете в магазин, вы встречаете огромное количество, огромный выбор снеков. То есть различные маленькие пакетики, в которых есть орешки, маленькие какие-то печеньки, крекеры, хлопья. Или если американцы не покупают вот такого рода, как бы, готовые упакованные снеки из магазинов, они сами из дома упаковывают какой-то снек, который они хотят. Такие маленькие пакетики, которые закрываются за щелочкой такой. И кушают это в перерывах между завтраком и обедом. Обедом и ужином. То есть снек – это обязательная вещь у американцев. Причем мы были очень-очень удивлены, когда приехали сюда, что культура снека очень-очень развита. Причем даже в школах, даже в садиках, вы понимаете, что снеки включены в дневной рацион. То есть это конкретно национальная вещь. Когда, как я помню, у нас это был завтрак, обед, ужин. Никаких перекусов. Если там, конечно, хотелось очень сильно кушать, ты мог там съесть или яблоко, или еще что-то. После снека между завтраком и обедом, логично начинается обед. Очень многие люди выбирают салаты. Причем в таких больших городах, как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, салатная культура очень-очень сильно развита. Потому что в больших городах люди все больше и больше задумываются о том, чтобы питаться правильно, употреблять меньше калорий, употреблять больше каких-то полезных нутриентов и при этом не добавлять себе больше жира. Потому что очень многие американцы имеют сидячую работу, и в течение 8-10 часов они просто сидят и что-то делают за компьютером или обзванивают кого-то. Поэтому нужно думать, что ты кушаешь. Как все знают, и то, что ты ешь. Причем есть интересная статистика. Около 85% американцев выбирают фастфуд при первой возможности. Так как время это деньги, и здесь, особенно в больших городах, это очень-очень сильно чувствуется, что люди постоянно находятся в бешеном ритме, то фастфуд является очень-очень большим искушением, потому что оно экономит тебе время и дает тебе вкусную еду. В большинстве случаев вредную. С обедом разобрались, теперь переходим к снеку между обедом и ужином. И про снеки я вам уже рассказал, поэтому переходим к самому ужину. Итак, ужин. Ужин в Америке. 90% американцев не любят готовить дома, поэтому они выбирают готовую еду в ресторанах, которые они любят и которым они преданы в течение 10, 15, 20 лет. Я знаю такие случаи, когда люди ходят в одно и то же заведение в течение 20 лет, и они не изменяют своим привычкам. Или полуфабрикаты. Культура, кстати, полуфабрикатов, я как-то пойду в американские магазины и покажу вам, очень сильно развита. Здесь вы можете найти там замороженные куриные наггетсы, рыбные наггетсы, готовые супы, готовые каши, готовые первые блюда, готовые вторые блюда, готовые там макароны с сыром, макароны с мясом. Короче, их очень-очень большое множество, а очень много замороженных пицц. То есть очень многие американцы любят прийти домой, вытащить из морозилки свою пиццу и поставить, и через несколько минут она будет готова, вкусная. И не нужно тратить много денег и много времени на то, чтобы приготовить ужин. И это, кстати, тоже очень не полезно, но это является одной составной американской культуры и того, как они живут. И это еще раз показывает то, что они очень сильно экономят свое время, благодаря тому, что они не готовят дома. И если сравнивать это с нашей культурой, то у нас приготовить дома это является нормальным, а пойти в ресторан это является чем-то таким special. В большинстве случаев ты планируешь, например, на выходные, ты пойдешь поужинаешь в ресторан с любимым человеком или пойдешь встретишься с друзьями где-то в баре, и там же вы поужинаете. Очень распространенное блюдо на ужин у американцев это стейк с овощами. Причем, будучи здесь, я узнал, что стейк, он имеет несколько видов прожарки. И некоторые виды прожарки это просто, грубо говоря, сырой кусок мяса с прожаренной корочкой буквально в 1-2 миллиметра. Причем стейк идет сам по себе толстый, и вот буквально если убрать от него 1 миллиметр сверху, 1 миллиметр снизу, вы просто кушаете большой сырой кусок мяса. И очень многие люди выбирают именно вот такой вот вид прожарки для своего стейка. И я пока это не понимаю, может, не знаю. И я очень люблю жареное, но как бы само ощущение того, что ты кушаешь сырое мясо, пока для меня не очень понятно. Хотя люди просто обалдеют от этого. Может, мне тоже надо попробовать, не знаю. Еще, говоря про рестораны, я хочу сказать такое. Когда ты идешь в ресторан, заказываешь себе основное блюдо, они спрашивают тебя про напиток, приносят тебе напиток, и вместе с напитком очень часто они приносят еще какое-то небольшое блюдо, которое называется аппетайзер. Что такое аппетайзер? Это у них, это обычно какие-то, например, мексиканские чипсы с каким-то соусом. Еще у них boneless wings, это крылышки запеченные в каком-то барбекю соусе, который они тоже приносят с каким-то вкусным соусом. И в большинстве случаев, когда мы были в ресторанах, после того, как ты съешь вот этот аппетайзер, тебе уже не хочется кушать. И ты вот, у тебя наступает чувство насыщения, и в этот момент тебе приносят вот эту вот большую тарелку с вот этим огромным стейком, с овощами рядышком с ним. Пожалуйста, кушай и наслаждайся. Этого я чуть-чуть не могу понять. Может, я просто не так часто хожу в рестораны, я не знаю. Может, вы мне расскажете, к чему это так, и с чем связана вот эта вот культура аппетайзеров? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Мне очень будет интересно узнать. Это было несколько слов о том, что едят американцы. Я надеюсь, вам понравилось то, что я вам сегодня рассказал. Для многих, я надеюсь, я раскрыл какие-то новые факты, новые интересные вещи про американский быт и про то, как проходит их жизнь в течение дня. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, будьте стойкими, будьте крепкими в это нелегкое время сейчас. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Я вас жду в следующем видео. Спасибо за просмотр и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok